Так на лесопилке в поселке Никульска избавляются от огромной кучи деревянных обрезков. Пламя выше деревьев, черный столб дыма охватил всю округу. Но от сотрудников предприятия ничего не смущает. Более того, говорят, огромное пламя под их контролем. Да и в целом, действие это законное и согласованное. Это отходы, да? Да, мы контролируем. Я здесь стою, абсолютно не мешает. А если что-то из-под контроля выйдет? Ну, как выйдет из-под контроля, если я МЧС предупредил. Они в курсе. Все. Я вот с утра звонил. Вот могу вам телефоны показать их. Вот глава администрации. Я со всеми. Глава поселения действительно подтвердил. Сотрудники лесопилки с ним связывались и предупредили, что будут разводить большой огонь. Ну, я в курсе был, что будут одерживать отходы. Просто это не первый раз такое происходит. Поэтому я и говорю, что предупреждается единодиспетическая служба и предупреждается пожарная часть. Естественно, чтобы они не взяли на то, что придет контролируемый, скажем так, под присмотром. А вот областные инспекторы по охране природы с подходом местных в корне не согласны. Говорят, отходы, в принципе, сжигать запрещено. А уж в таком объеме тем более. Ну, естественно, это незаконно. По закону об отходах производства и потреблении, об охране атмосферного воздуха, сжигание отходов запрещено в любом виде. За нарушение этих требований законодательства предусмотрен штраф по части 1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических до 250 тысяч. Сейчас ведомстве намерены провести проверку и выписать штраф поджигателю. Также предстоит разобраться, как на лесопилке в Никульском удалось согласовать то, что запрещено по закону. Дарья Коос, Сергей Мазилов. День в событиях.